Это Омск здесь. О сложном мы расскажем просто, о важном без лишних слов. Ближайшие полчаса о главных событиях минувшей недели и о том, на что действительно стоит обратить внимание. Меня зовут Павел Ремнев. Здравствуйте. Старики и разбойники. Постояльцы дома престарелых. Большекулачье жалуются на издевательства со стороны персонала. Следователи проводят проверку. Разводят на мосты. Из большегрузов хотят брать деньги за проезд через Иртыш. Ремонт отребует 17 омских переправ. Собрание законодателей. Кого выбрали в региональный парламент? Какую зарплату будут платить депутатам и на какие привилегии они могут рассчитывать? Рискованная операция поликлинику на тысячу посещений в смену будет достраивать омская компания. Когда долг отдают с удовольствием? Почему служить становится выгодно? И кто рвется в армию? Самая шокирующая новость недели – избиение стариков в Большекулачинском доме-интернате. Информацию об издевательствах проверяет Следственный комитет. В этом геронтологическом центре живут не самые благополучные старики. Среди них бывшие заключенные, бродяги и те, кого за плохое поведение выселили из других интернатов. В Министерстве труда ситуацию комментируют скупо. Факты не подтверждаются. Однако почему-то уволили директора геронтологического центра. Светлана Еловнарова поговорила с пожилыми постояльцами дома-интерната и сравнила их слова с официальными комментариями. На территории интерната – цветочные клумбы, ухоженные корпуса с пластиковыми окнами, персонал в форме. На первый взгляд – достойное место для тех, кому в одиночестве приходится встречать старость. И даже охрана, как на режимном объекте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Сказал, не пускать. – Ты кого? – А кто? – Да? А кто сказал? – Директор. Посторонних не пускают. И, как говорят охранники, своих не всегда выпускают. Но это якобы для их же безопасности. – Они же там по 30-40-30-30. Они же режутся вот полмесяца назад. Шесть на живых ранениях. Ночь, сейчас в 12 ночи. Вот иной раз не выпущу тебя, а ты себе в руку. Он разворачивается у хор. Потом дня три смотришь трезвый. В это время с прогулки возвращается одна из постоялец интерната. В геронтологический центр Мария попала 25 лет назад. После того, как отсидела 20 лет в колонии. – А как там вообще в корпусе? – Ну, не так, конечно, как в бичи живут. Ребен по себе чувств меняет. В баню ходим. Продукты здесь хорошие, как положено. Но сейчас поворот здесь, поворот санакой. Об этом же в интервью программе «Мужское и женское» рассказала одна из сотрудниц интерната. – Потолок весь обшарпанный. Ремонта не было давно. Все протекает. Все трубы. У забора интерната встречаем еще одного постояльца. Он не трезв, поэтому разоткровенничался. Говорит, что деньги у них отбирают работники учреждения. – Они заходят 50 рублей, 100 рублей. А я туда захожу, карточка. Если у меня карточка есть, опа. – Не заберешь уже, да, карточку? – Уже все. У них все забирают. Впрочем, оставшиеся наличные постояльцы, вероятно, спускают на алкоголь. За полчаса через КПП прошлись десяток проживающих. Большинство идет к ближайшему магазину за спиртным. Продавец признается, это ее основные клиенты. Пьют прямо в магазине или в кустах за углом. – Приходят они частенько. – Либо шеет, либо шеет. – Они ужасные, ужасные. Они агрессивные. Выпьют это еще позже. Они злые, озлобленные все. – А они там могут выпивать или нет? – На территории? – Угу. – Ну, они же пьют. Они же как-то напевают. – Ну да. Еще два месяца назад сюда возили омских журналистов, как на образцово-показательный социальный объект. – Это ординаторская. Вот у нас врач-психиатр-наутолог. Еще у нас в штате есть врач-стоматолог, врач-терапевт. Они сидят на ходе, ходят, скажем, с поживающими. Но столичные журналисты снимали дом-интернат месяцем раньше, когда в порядок учреждения привезти не успели. После этого там поменяли директора. Теперь рапортуют в учреждении все в порядке. – СМИ воочию смогли убедиться, как решаются проблемы постояльцев. Дом-интернат не тюрьма. Постояльцы свободно передвигаются. В этом интернате оказываются люди, которые не смогли прижиться в других пансионатах. С непростыми судьбами, скверными привычками и зачастую с тяжелым характером. Но в то же время это не тюрьма. Насколько здесь ограничивают свободу, издеваются или даже избивают стариков, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Светлана Юловнарова и Виталий Двораковский. Омск. Здесь. Следственный комитет пока не озвучил дату окончания расследования в интернате для престарелых в Большекулачье. Однако это вторая проверка учреждения за год. До этого в геронтологическом центре уже работала прокуратура. Официантка пожаловалась на плохие условия работы и антисанитарию. Омская область пережила землетрясение. С такими заголовками начали эту неделю СМИ. Первый источник это сообщение на одном венгерском портале, который собирает информацию о сейсмической активности по всему миру. Толчки были зафиксированы недалеко от деревни Князевка Тарского района. В МЧС информацию о стихийном бедстве опровергли, однако сделали это расплывчато с формулировкой «в этом районе сейсмическая активность не характерна», что породило несколько версий. Так что же случилось в Тарском районе? Это было действительно землетрясение. На глубине в 10 километров средняя по силе в 4,7 балла. Стихийное явление такой интенсивности и особой опасности не представляет. Жители могли почувствовать незначительные толчки и вибрацию. Но неизвестно, на какие данные опирался венгерский портал. На сайте написано лишь, что они получают информацию от нескольких иностранных агентств. Вероятно, официальных источников в Омской области у них нет. Омский астроном Владимир Крупко заявил, что в Тарском районе упал метеорит. Такое предположение объясняет, почему только в Князевке ощутили толчки. При ударе небесного тела о землю они распространяются недалеко. Кстати, в 2003 году в Тюкалинском районе падение крупного метеорита вызвало толчки интенсивностью в 6 баллов. Впрочем, в этом случае метеорит было бы видно, но очевидцев нет. Техногенное воздействие. В севернее Князевке расположено Крапивинское месторождение. Там добывают нефть. И, возможно, толчки, которые приняли за землетрясение, были связаны с разработкой скважин. Это мог быть гидравлический разрыв пласта. Небольшое, искусственно вызванное землетрясение. Которое, как правило, можно зафиксировать только с помощью специальной аппаратуры. Однако толчки бывают сильными, как, например, в 2011 году в английском городе Блэкпул, где магнитуда превысила 2,3 балла. И в продолжение темы аварии, к счастью, пока только вероятных. Директор учреждения эксплуатации объектов внешнего благоустройства Омска Галина Зурнаджан заявила, что за проезд по мостам в городе нужно платить деньги. Пока только большегрузом. Потому что все 17 мостов в Омске находятся в предаварийном состоянии. И ремонтировать их не на что. До обрушения, конечно, не дойдет. Но вот перспектива, что на одном из, скажем, трех крупнейших мостов через Иртыш скоро ограничат движение, либо вовсе запретят, вполне реально. Алена Бензик продолжит. Посмотрите, там видно рабочую арматуру. То есть бетон уже откололся. Весь защитный слой. Это практически по всей длине моста такая беда. Инженер Михаил Захаров на 10 лет старше Ленинградского моста. Но шутит, здоровье у него крепче железобетонной переправы. Ленинградский за последние 50 лет изрядно обветшал. Даже на перилах за толстыми слоями черной краски проступает ржавчина. В некоторых местах коррозия проела металл насквозь. Детальное обследование может скрыть более серьезные дефекты. Гидроизоляция, вот то, что сохраняет мост от разрушения. Гидроизоляция. Она у нас дольше 10 лет практически не служит. То есть 10-летнее сооружение, скрываете мостовое полотно, наверняка гидроизоляция в трещинах. Раз трещины, значит внизу будет вода. Раз вода, значит металл будет коррозировать, бетон будет выселачен цементного камня. То есть цемент постепенно будет превращаться в известку и вымываться водой. И со временем получается так, что бетон терпел, терпел, потом хрумк и терпение кончилось. Именно такие деформации обнаружили в этом году при вскрытии юбилейного моста. Этот прибор измеряет ширину раскрытия вот этой трещины. До этого комплексное обследование сооружений не проводили с момента его постройки в 1967 году. Потому юбилейный мост сегодня нуждается в капитальном ремонте. Это в 2017 году, видимо, будет ремонт. Но это не рубли, не два, как говорят сейчас. Это огромные цифры. Огромные цифры маленький бюджет Омска явно не тянет. Капитальный ремонт Ленинградского моста еще 8 лет назад оценили в 178 миллионов рублей. Остатки деревянных свай под юбилейным мостом не только память о первой Омской переправе, соединившей берега Ами. Отсутствие денег на ремонт тогда еще деревянного моста 186 лет назад натолкнуло чиновников на мысль собирать с каждого воза пересекающий мост по 5 копеек. И кажется, спустя почти два века ситуация повторяется. Испытания на прочность мосты Омска проходят ежедневно, говорит главный инженер бюджетного учреждения эксплуатации объектов внешнего благоустройства Омска Алексей Попов. За сутки по каждой переправе проезжают около 8 тысяч автомобилей, примерно тысячи из них большегрузы. С момента постройки конструкции, соединяющие городские берега, остались без изменений, а вот нагрузка на них возросла более чем в два раза. Потому главными виновниками плохого состояния омских мостов чиновники считают грузоперевозчиков. Большую некорректность проявляют перевозчики. Они, конечно, из муниципальных мостов и дорог извлекают все, что можно, выжимают. Но вкладывать не хотят. Директор компании по перевозке негабаритных грузов Михаил Ицкович считает, при любых дополнительных тратах легче вовсе уйти с рынка. Предложение чиновников обложить большегрузы платой за пользование городскими мостами транспортники называют абсурдным. Надо, наверное, брать еще плату за пешеходные переходы. Сразу можно, где вот эти кнопочки, поставить кассовые аппараты. Водитель автобуса Алексей Стадников пересекает два городских моста по восемь раз в день. И уверен, если движение на каком-нибудь крупном мосту встанет, то проще до места назначения добраться пешком. Движение в городе замрет. Уже было так, когда ремонтировали там дорожное полотно, что-то варили там года два назад, наверное, или три. Ползли там, ползали по часу через этот мост. О состоянии мостов можно судить по знакам. Чем оно хуже, тем больше ограничений по скорости и весу проезжающих по нему автомобилей. И если раньше переправу в Омске строили для развития города, то с их ремонтом или закрытием город может вернуться к временам, когда справа на левый берег больше часа добирались на пароме. Алена Бензик, Евгений Русенко, Константин Демиденко. Омск здесь. Еще в 2010 году специалисты Автодорожного института проводили исследования основных мостов и путепроводов Омска. И по мостам через Иртыш, кроме 60-летия Победы, заключения неутешительные. Специалисты предупреждали большинство переправ в неудовлетворительном состоянии и не рассчитано на современный трафик. За это время капитально не отремонтировали ни один мост. Вероятно, этой проблемой предстоит заняться в том числе и законодательному собранию Омской области. В понедельник стал известен его новый состав. Спикером снова, уже в шестой раз, стал Владимир Варнавский. Ну а насколько изменился депутатский корпус? Представителей каких профессий в нем стало больше? И чем так привлекательно кресло законотворца, пусть и регионального? По составу парламент разобрал Антон Парахин. Число кресел в региональном парламенте осталось прежним, но в некоторых будут сидеть другие депутаты. Обновился парламент на 45%, то есть, по сути, сменился каждый второй депутат. Новичков в этом шестом созыве 20. По гендерному признаку состав парламента за пять лет не поменялся. По-прежнему 42 мужчины и две женщины. Практически таким же остался и расклад сил. В парламенте образца 2011-2016 было 27 единороссов, 10 коммунистов, 3 либерал-демократа и 4 справедливороса. Сейчас партия власти получила на 4 мандата больше, а КПРФ осталось 7, ЛДПР получили 4, а представительство справедливой России в региональном парламенте сократилось вдвое. Изменился и средний возраст депутатов, пришедших в законодательное собрание Омской области. Если в 2011 году средний возраст депутатов был 48, то сейчас 50. Пять лет назад самому молодому законотворцу было 22. В новом шестом созыве нет ни одного младше 26. Самому возрастному депутату в пятом созыве было 72, в шестом созыве есть и 73-летний. Профессиональная принадлежность депутатов регионального парламента нового созыва практически не отличается от рододеятельности предыдущих. Половина народных избранников – бизнесмены. Так было в 2011-м, ситуация не поменялась. И сейчас, добавим сюда, управленцев, получается даже 57%. Профессиональных политиков в предыдущем созыве было 9 человек, в этом 5. Медиков и в пятом, и в шестом созыве одинаково – 4 человека. В прошлом составе парламента было также по одному юристу, педагогу, журналисту. И да, сразу два представителя рабочего класса и один пенсионер. В обновленном депутатском корпусе пенсионеров вдвое, а вот рабочих не осталось. Зато есть руководители профорга из «Газпрома», заведующие кафедрой университета, два представителя средств массовой информации и одна безработная. А зарплату в законодательном собрании будут получать не все депутаты, только руководители фракций. 70 тысяч в месяц из регионального бюджета. И это без квартальных и годовых премий. Ну а заработная плата заместителя председателя законодательного собрания, уж тем более самого спикера, в разы больше. Речь о нескольких сотнях тысяч рублей. Кроме того, рядовому депутату положен кабинет с мебелью, оргтехникой и телефоном, правда, один на двоих. Парламентарий может нанять пять помощников за бюджетные деньги, зарплатой для каждого примерно 35 тысяч рублей в месяц. Кроме того, народному избраннику возместят расходы на проезд, если они связаны с депутатской деятельностью. Ему также положен отпуск 55 дней, с выплатой пособий на лечение около 150 тысяч рублей. А еще, если в областном центре ему негде жить, помогут с жильем, дадут служебную квартиру. Для некоторых важнейшей привилегией по-прежнему остается депутатская неприкосновенность. Ну а во сколько обошлось кресло депутата претендентам? Кандидаты потратили десятки, а то и сотни тысяч рублей на агитацию. Кто-то ограничился печатной продукцией, кто-то скупал рекламные площади билбордов, а кто-то проводил показательные праздники и даже приглашал звезд шоу-бизнеса. Исходя из данных, предоставленных Омским избиркомом, директор фирмы «Спецмонтаж-сервис» Владимир Петров вложил в раскрутку самого себя почти 3,5 миллиона рублей. Гендиректор НИИ «Приборостроение» Владимир Березовский потратил 4,25 миллиона рублей. Дороже всех обошлась предвыборная кампания президенту региональной федерации «Самбо» и «Дзюдо» Владиславу Юрьеву в 4 миллиона 300 тысяч рублей. К слову, прошел в парламент из них троих только Березовский. Ну а меньше всех на выборы потратил Виктор Стручаев, менеджер по внешнеэкономической деятельности компании «Сибмет». 170 рублей. И тоже стал депутатом. Сейчас короткая реклама, а потом мы расскажем, почему лучше не покупать квартиры в новых микрорайонах. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Депутатам областного парламента придется столкнуться с тем, что оставил им в наследство предыдущий созыв. Речь о недостроенных объектах к 300-летию Омска. Один из самых важных – поликлиника на тысячу посещений в смену. Комплекс теперь будут достраивать мячи. Компания «Домострой». Фирма принадлежит Павлу Оркишу, сыну известного омского строителя Сергея Оркиша. Компания существует около 9 лет. Тахминат Инысова проанализировала финансовые показатели компании, чтобы понять, как ей удалось выиграть конкурс и сможет ли она достроить лечебное учреждение. Руководитель компании «Домострой» Павел Оркиш, сын известного омского бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Омской области Сергея Оркиша. Компания была создана в 2007 году, однако в течение 6 лет не показывала ни доходов, ни расходов. И либо организация не отчитывалась налоговой инспекцией, либо просто существовала лишь на бумаге. Только в 2013 году предприятие начало работать. По документам можно проследить, что три года назад денежный оборот «Домостроя» составлял смешные для строительной компании 169 тысяч рублей. Но в 2015 он вырос полторы тысячи раз – 264 миллиона. Таким объемом средств компания распоряжалась всего год назад. «Домострой» – это лишь часть большой корпорации. Она называется «Юлия и компания». В ее структуре еще больше десятка омских фирм. Они работают почти во всех сферах – от стоматологии до производства стройматериалов. Специализация «Домостроя» – строительство социальных учреждений. За три года компания реконструировала лицей номер 149, возвела пристройку под детский сад и построила школу на улице Мельничная. В основном за счет кредитов, как и в случае с поликлиника на Левом берегу, не обошлось без банковских займов. Получается, собственных средств у фирмы не было. Кроме уставного капитала в 30 тысяч рублей. Но, по всей видимости, это не помешало компании выиграть контракт на 83 миллиона. Уомско-облстройзаказчика – бюджетного учреждения, которое и курирует стройку. Важная деталь. Руководители этой самой структуры в разное время были совладельцами домостроя. Так, экс-директор Уомско-облстройзаказчика Вадим Сдоренко, который покинул пост как раз после скандала, связанного со строительством поликлиники, владел 14% фирмы. А нынешнему главе ведомства Алексея Ильиних принадлежало уже четверть компании. По всей видимости, связи у Павла Оркиша достаточно. Впрочем, и недостроенных или брошенных зданий за ними числится. Среди объектов, за которые он тоже хотел взяться, но не выиграл конкурсы, новый корпус ОМГУ и бассейн политехнического института. И даже если эту поликлинику достроят в ближайшее время, это не решит проблему нехватки социальных объектов в Омске. Точнее, в новых микрорайонах. Там школы, больницы, парки и магазины возводят по остаточному принципу. Получается, что людям, купившим дешевую квартиру, некуда везти у детей на учебу, в шаговой доступности нет даже медицинских учреждений. При этом, по данным регионального Минстроя, в Омске до конца 2017 года будет возведено еще не менее 50 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. На территории Пушкинского сельского поселения Омского района и в Рябиновке. Там, кстати, недавно открыли новую поликлинику, но не успели набрать персонал, и пока работает всего один врач. О жизни в новых микрорайонах расскажет Александр Руяткин. Вот этот детский сад открыли в Ясной Поляне несколько лет назад. Сейчас это коррекционное учреждение, где занимаются с детьми с речевыми проблемами. Возят их сюда практически со всего города. Местным малышам попасть в лесную сказку практически невозможно. Более того, улица, где мы сейчас находимся, называется Бульвар Школьный, но и школы в Ясной Поляне никогда не было. Поэтому каждый будний день для Екатерины Чекашовой начинается одинаково. В 7 утра провожают старшую дочь в школу, затем в 11 часов собирает младшую. Учатся сёстры за 10 километров от дома. В авиагородке путь не близкий, да и небезопасный. Ну вот у меня двое детей, мне приходится возить их. Каждое утро одна старшая дочка к 8 часам в школу, то есть она ездит сама, а младшую дочку приходится возить. Пока выйдем из дома, дойдем до остановки, до остановки примерно минут 15 у нас уходит. И время в пути минут 40. То есть у меня где-то уходит полтора часа только на разъезд туда до школы и назад вернуться домой. Потом так же самое забираю вечером. Только на проезд до школы и обратно. Семья Чекашовых тратит 150 рублей в день. При строительстве в Ясной Поляне, хоть и запланировали объекты социальной инфраструктуры, но строить не стали. На месте будущего детсада котлован вместо школы вбитые в грунт свая. Чтобы попасть на прием к врачу, тоже придется ждать автобус. В экстренном случае вызывать скорую помощь. Мы прикреплены к намельничной. И чтобы туда попасть в к врачу, нужно отсидеть очередь 2-2,5, а то и 3 часа. А очередь бывает, что принимают по два участка. И как бы это очень неудобно. Ребенок учится в школе, мне приходится его постоянно отпрашивать со школы. И поэтому вот это очень удобно. Нам бы сюда, конечно, какое-нибудь отделение, хотя бы детское, чтобы врач был и медсестра. Чиновники о проблеме знают и даже предлагают решение. Например, открывать в новых микрорайонах кабинеты врачей общей практики, располагать их на первых этажах жилых домов, а специалистов селить неподалеку. Вот смотрим планирование. Учитывается наличие школы, детского сада. Но вот именно учреждения здравоохранения, подразделения этих учреждений, как-то вот этого не было. Мы выходили на гурсовет с этим предложением. При согласовании этих земель рассматривался этот вопрос. Мы писали в мэрию, и сейчас у нас есть понимание, что мы услышали, но пока еще нет нового документа, вот такого глобального, когда выдается земля застройщикам, большая территория, особенно жилые микрорайоны, пока еще не поступало. В микрорайоне Рябиновка только в сентябре построили поликлинику. Но работать в ней будет всего один терапевт. В Прибрежном, на востройках, на улице Завертяева тоже нет ни школы, ни детского сада. А быть должны. Согласно ГОСТам, при планировании новых микрорайонов проектировщики должны учитывать численность населения. Так, в Омске на тысячу жителей должно быть 60 мест в детских садах и 135 в школах. Кроме того, учебное заведение должно находиться в радиусе не более полукилометра от дома ребенка. Но застройщики возводят их по остаточному принципу. За это, считают некоторые эксперты, должны отвечать местные власти. Как только появляется, вот только начато строительство детского садика в новом микрорайоне, в МАХ раскупаются квартиры. Это объект местного значения, и он должен строиться за бюджетные средства. То есть это все муниципалитет другими проектами, другими проектами своих программ муниципальных по сферах образования и так далее. Закладывать должен заранее. Некоторые участники рынка готовы строить детские сады, поликлиники и школы. Но не себе в убыток, а при условии, что их будут выкупать по рыночной цене. Городской администрации это не по карману. А если застройщик решит построить социальный объект самостоятельно, то обычно закладывает затраты в стоимость жилых квадратных метров. И мечты о квартире эконом-класса в микрорайоне, где есть все необходимое для комфортной жизни, для многих так и остаются мечтами. Александр Уяткин, Виталий Двораковский, Евгений Слепов. Омск здесь. Мы вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь на продвижении. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская, 213-Б. Телефон 666-432. И последнее. Около 800 заявлений поступило в областной пункт отбора на военную службу по контракту. В том числе 150 заявлений от девушек. Берут на военную службу не всех женщин. Конкурс там, как в престижном вузе, доходит до 10 человек на место. Впрочем, главное. Министерство обороны заявило об уменьшении на треть числа уклонистов среди призывников. Теперь тем, кто прошел срочную службу, проще устроиться на работу или поступить в университет. В этом убедился Дмитрий Куканас. Музыкант Андрей Карпов год назад служил связистом на Северном флоте. Не жалеет. Этот опыт считает для себя очень ценным. Это и общение, и выход из каких-то конфликтных ситуаций, и, в принципе, моральная проверка такая, что год на краю России. Пригодится и на работе, уверен Александр Глассон, заместитель генерального директора крупной страховой компании. Бывший кадровый офицер воевал в Афганистане. И военный билет для него до сих пор лучшее резюме. Это дисциплина, это и исполнительность, это ответственность, это порядочность. Это, в конце концов, не нытье, а это хорошая производительность труда. Впрочем, желающие избежать службы в армии есть всегда. Аргументы разные. Кому-то не позволяет здоровье, кому-то убеждение, кому-то жалко терять время. Получить белый билет, причем легально, помогают десятки компаний. В Омске их услуги стоят от 20 до 30 тысяч. Наша компания работает на законных основаниях. Документы она не поделает, взяток не дает. Исключительно состояние клиента, то есть его состояние здоровья, является получением военного билета. Это с одной стороны. С другой стороны, если клиент полностью здоров, и у него какие-то свои убеждения, почему он не хочет служить в армии, мы ему помогаем перевестись на альтернативную гражданскую службу. Получить отсрочку от службы в армии можно и поступив в магистратуру. Это еще одна из причин, почему бакалавры продолжают свое обучение. Еще сложнее закончить аспирантуру. Будущий кандидат юридических наук Андрей Дорофеев решил пойти в науку еще на первом курсе. И уверен, что так он принесет государству больше пользы, чем с оружием в руках. Я считаю, что в принципе науку тоже можно рассматривать в качестве какого-то элемента служения Отечеству. Однако идти в аспирантуру только за отсрочкой это по меньшей мере так скажем неразумно. Поскольку аспирантура требует опять же своих тоже сил. Остальные способы не служить для молодого человека оборачиваются постоянной игрой в прятки с военкомом и полицией. А когда призывной возраст закончится, он получит не военный билет, а справку. Теперь с этим документом не берут на службу в силовые структуры, органы муниципальной власти и госкорпорации. Поэтому уклонистов с каждым годом все меньше. Как положительно хотел бы отметить, что в ходе весенней призывной кампании мы смогли достаточно серьезно уменьшить такое количество молодых людей практически на 700 человек. Это большая цифра. Всего через призывные пункты этой осенью в Омской области пройдет более 15 тысяч человек. Из них станут солдатами-срочниками две с половиной тысячи. На пункте переодевания, с порога которого, по сути, и начинается служба в армии, сейчас пусто, но все уже готово к прибытию призывников. Форма в соответствии с родами войск, где будут служить новобранцы, и НСССРы со средствами личной гигиены. Количество комплектов равно плану призыва, плюс 10 процентов, если вдруг желающих послужить, окажется большим. А такое возможно. Престиж военной службы растет. В этом году 800 мячей захотели служить на контрактной основе. И впервые среди них 150 девушек. Дмитрий Куканас, Ольга Перепелкина, Дмитрий Головко и Антон Щетинин. Омск здесь. Мы рассказали о том, что сами считаем важным и интересным. Только хороших вам новостей. До встречи на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова